Всем привет, ребята! Вы знаете, в суете этих дней, командировок, недосыпах, я вот вернулся из зоны СВО, думал, успею пару деньков отдохнуть, но не получилось. Сейчас завтра опять выезжаю в другую командировку. Я вам забыл рассказать очень хорошую, положительную, радостную новость. Помните дело Кахомского стрелка, так назвали его, из Ивановской области, Краснов Александр, который, защищая свой дом, в котором было полно детей, у них был праздник семейный, на который напала толпа таджиков, человек 12, которые камнями закидывали дом, с ножами пришли, и когда Александр вышел разбираться, ему из травматического пистолета выстрелили в грудь, он все это выдержал, пошел домой, взял Саеву и начал защищать свой дом. В итоге одного нападавшего он убил, второй был ранен, там и пострелял он их, короче, конкретно, защищая дом, защищая детей, потому как тело ломились в дом, вооруженный с ножами. До этого у них был конфликт с его сыном, который в драке честно один на один победил какого-то там типа крутого таджика и началось. И Александру вменяли статью, по которой он мог уехать на 18 лет, 15-18 лет. Это было три года назад. Тогда еще я лично взялся за это дело, еще не было северного человека, я поднял большой общественный резонанс, это попало в новости. Потом мы с вами уже вместе собирали деньги на юристов, один раз, потом второй раз, они много раз записывали нам благодарственные видосы, мы это дело не бросали. Потом через нашу команду мечты, я так ее называю, люди, которые изначально стояли у формирования истоков северного человека, ребята, я вас всех очень помню, люблю и скоро увидимся, победы. Мы достучались до губернатора Ивановской области, и дело Краснова попало непосредственно на стол к губернатору Ивановской области, потом пошел ход уже. Также жена Александра, Лена, не сдавалась во все инстанции, прям схватилась и так далее. Мы долги вели это дело, потом уже ребята самостоятельно, уже пошел большой толчок, уже стали арестовывать этих товарищей таджиков, уже пошли другие разбирательства, они уже себе потом дополнительно адвоката снимали, и вот теперь, ребята, победа. Александр полностью оправдан. Таджиков посадили? Александр полностью оправдан, представляете, полностью оправдан. Это вообще невероятно. Они прислали мне голосовой вместе с женой, с Еленой, я как раз ехал в зону СВО, радостный, Михаил, спасибо и так далее. В новостях, во всех уже это показали, в новостях, естественно, никого не упомянули, в плане меня там или северного человека, но вы же знаете, что мы работаем на результат, чтобы дело было сделано, а не для того, чтобы нас по голове погладили, как говорится. Но я действительно рад, потому что настолько долго это длилось, три года даже, по-моему, три с половиной года, и вот такая победа полностью оправдана. Это о чем нам говорит. Сдаваться нельзя. Раз. Никогда не бывает все сразу. Два. И третье. Большой общественный резонанс и большая помощь друг другу, сцепка, так скажем, в итоге работает. Я рад за ребят очень сильно. Просто я уставший очень, у меня эмоции сейчас такие. В целом, что хотелось еще сказать. Мы всегда работаем для того, чтобы дело было сделано. Даже сейчас вот, знаете, приехали в зону ВСО, заехали к Испаньоле. Ну, вы видели видос, да? И мы тут-тык-тык-тык поехали дальше. И мне уже, мы уже, получается, стерика. Выезжали утром, мне звонит связной там по Испаньоле. Он говорит, Федорович, вы что, уже уехали, что ли? Я говорю, да. Блин, а там командование не успело даже. Я говорю, ребят, ну мы же приезжаем по-быстреньку. Мы же приезжаем не чаи гонять, не там тысячу видосиков пилить. Мы приехали сделать дело. А с командованием нам есть о чем поговорить, там вообще есть планы. Когда встретимся? Пах-пах, согласовали встречу отдельно от поездки в зону ВСО. И все. Вот поэтому и северный человек так же работает. Мы работаем на результат. И изначально я закладывал именно это в северный человек, когда я еще, помните, в одного все это делал, старался, а потом появилась уже команда мечты, как я называю в шутку. И мы уже работали непосредственно на результат, а не за какие-то регалии, чтобы нам сказали, ах, какие вы молодцы. Поэтому давайте все вместе порадуемся за семью Красновых, что Александр оправдан, и он дальше может спокойно быть со своей семьей. Это круто.